Глава седьмая Книги Есфирь И пришел царь Саманом пировать у Есфири царицы. И сказал царь Есфири также и в этот второй день во время пира, — Какое желание твое, царица Есфирь, оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя? Хотя бы до полцарства она будет исполнена. И отвечала царица Есфирь и сказала, — Если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то добудут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей, ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя. И отвечал царь Артаксеркс и сказал царице Есфирь, — И кто это такой, и где тот, который отважился в сердце своем сделать так? И сказала Есфирь, — Враг и неприятель этот злобный Аман. И Аман затрепетал пред царем и царицей. И царь встал во гневе своем с пира и пошел в сад при дворце. Аман же остался умолять о жизни своей царицу Есфирь, ибо видел, что определена ему злая участь от царя. Когда царь возвратился из сада при дворце в дом пира, Аман был припавшим к ложу, на котором находилась Есфирь. И сказал царь, — Даже и насиловать царицу хочет у меня в доме? Слово вышло из уст царя и накрыли лицо Аману. И сказал Харбона, один из евныхов при царе, — Вот и дерево, которое приготовил Аман для Мардахея, говорившего доброго, доброе для царя, стоит у дома Амана, вышиной их пятьдесят локтей. И сказал царь, — Повесьте его на нем. И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардахея, и гнев царя утих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова